Народные приметы расскажут, когда и как нужно наводить порядок Чтобы не навлечь на себя неприятности Вечерняя уборка Это плохая примета, сулящая семейные конфликты, болезни, денежные затруднения и неудачи В старину верили, что после уборки дом некоторое время остается энергетически пустым Если этот момент совпадает с вечерним временем, то жилище будет лишено защиты от темных сил Который обретает особую мощь после захода солнца Это может навредить всей семье Мытье полов вечером вымывает из дома финансовое благополучие Чтобы не спугнуть удачу, нельзя подметать полы с наступлением сумерек Воскресная уборка Традиция запрета на уборку воскресенья связана с религиозными соображениями В воскресенье люди должны посещать церкви, раздавать милостыню и творить добрые дела Заниматься воскресенье домашними хлопотами означало навлечь на себя беду Уборка, как разведение грязи, приравнивалась к общению с нечистой силой Тот, кто будет подметать воскресенье, наметет беды и печали Кто будет мыть и стирать, погрузиться в конфликты с близкими Станет объектом клеветы и злословия Уборка после отъезда Если член семьи отправился в поездку, то нельзя прибираться в доме три дня Чтобы не привлечь несчастье в пути и не перекрыть дороги После визита родственников и хороших друзей Не стоит начинать уборку, пока они не войдут в свой дом Иначе вы их из своей жизни уберете И если в вашем доме проходили смотрины, нельзя убираться весь день, чтобы не вымыть жениха И если визитеры были нежеланными, то после их ухода стряхните на улице скатерть Так вы сможете избавиться от чужого негатива и злых намерений Чтобы полностью перекрыть недоброжелателям путь к вашему дому, приметы советуют замести следы за незваными гостями, бросив веник им вслед Мытье посуды в гостях В старину верили, что к посуде и домашнему очагу не должны прикасаться чужие руки Через эти предметы легко навести сглаз и порчу Чтобы не отогнать от семьи удачу, достаток и любовь, посуду мыли только хозяева и близкие родственники Приметы говорят, если гость помоет за собой чашку, то жди с ним ссоры Перемоет всю посуду, заберет счастье и удачу Вымоет над посудой руки, смоет денежное благополучие хозяев Вынос мусора вечером Предки считали, что мусор, выметенный из дома, несет энергетику жилища и людей, которые в нем живут Если просто оставить его во дворе или на улице, то недоброжелатели могут использовать его для наведения порчи или сглаза Тем более, если мусор вынесут в вечернее время, когда в силу вступают нечистые духи Мусор старались сжигать или закапывать, особенно предметы личной гигиены, ногти и волосы Все это нужно было делать до захода солнца, чтобы не лишиться семейного счастья, здоровья и денег Сметание крошек рукой Предки называли стол ладонью бога, а хлеб считали источником жизненной силы Неуважительное отношение к столу или хлебным крошкам грозило безденежьем, семейными конфликтами и проблемами со здоровьем Считалось, что ни в коем случае нельзя сметать крошки рукой или протирать стол бумагой Это приведет к серьезным финансовым потерям Чтобы избежать проблем, крошки аккуратно смахивали полотенцем, стараясь не просыпать их на пол После этого хлебными остатками кормили птиц, привлекая счастье и богатство Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным Желаем вам счастья и семейного благополучия Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик Также будем рады вашему лайку Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok